В этом видео хочу немножко больше рассказать, как обычная поваренная соль может помочь в укреплении вашего организма, укреплении иммунитета, его очищении, правильном питании. Но! Поваренная соль это почти 100% натрий хлора. Это всего один компонент из тех 500, которые нужны вашему организму для полноценной эффективной работы. Поэтому поваренную соль можно при определенных условиях использовать в очищении организма, в обеспечении правильного питания. Но только при определенных условиях и только частично. Это не отменяет других действий. Теперь вы можете делать все, что хотите. Вот только соль и все. Будет счастье. Частично будет. Полноценно нет. Поэтому если вас интересуют какие-то конкретные локальные проблемы, связанные с вашим здоровьем, у меня более 400 видео на канале. Я думаю вы что-то можете для себя полезного здесь найти. Чтобы вам было проще, легко. Форма подписки прямо под видео. Вы видите кнопку подписаться, нажали на нее и стали подписчиком моего канала. Легко просто находите нужные вам видео и видите все обновления, которые буду я делать на канале. То есть те видео новые, которые будут появляться, вы их будете видеть среди первых. А теперь чуть больше о собственной соли. Что такое поваренная соль? Это стопроцентный практически натрий хлор. Что дает натрий хлор при попадании в ваш организм? Попадая в полость рта, вызывает раздражение рецепторов и усиление секреции слюны. Что он дает слюнам? Переваривание сложных сахаров. То есть это крахмал, это гликоген, это инулин. Это основные полисахариды, которые способны перевариваться слюной. Вот она их начинает переваривать. Уже процесс пищеварения у вас пошел. Если вы пищу оптимально еще переживали, то есть перемешали слюну и еду, все прекрасно. Процесс пищеварения уже запущен. Попадая в желудок, поваренная соль раздражает стенку желудка, вызывает секрецию желудочного сока. Что вы получаете? Больше соляной кислоты, из которой, кстати, поваренная соль тоже частично образуется. Больше пепсина. Пепсин переваривает белки. И у вас прекрасно перевариваются мясо, рыба, птица, яйца и свежие молочные продукты. То есть все происходит прекрасно. Кстати, на Востоке это делают. Они молоко, солят, теплое молоко, пьют. Это великолепно утоляет жажду, великолепно кормит организм и обеспечивает процесс пищеварения. Что не стоит подсаливать? Это кисломолочные продукты. Да, там есть белки, но молочнокислые бактерии уже выполнили функцию желудочного сока. Они превратили молочный сахар в молочную кислоту, которая свернула белки и фактически продукт готов к перевариванию дальше в пищеварительной системе. Если вы используете подсоленные там типа сулугуни сыры, не вопрос, но они еще лучше переварятся. То есть в этом плане все прекрасно. Что дает поваренная соль дальше? Она стимулирует секрецию сока поджелудочной железы и немножко желчей рефлекторной. То есть фактически начальные отделы пищеварительной системы повареная соль стимулирует. Если вы ее используете в дозе 5-7 грамм в сутки, все прекрасно, все великолепно. Эта доза достаточна для того, чтобы обеспечить все эти процессы. И обеспечить обмен натрия и хлора полноценно, его замену, так как вы все равно его будете терять. Что дает поваренная соль дальше? Дальше, всасываясь кровь, она поддерживает объем крови, объем жидкой части крови, объем воды крови. Что это дает? Оптимальную вязкость крови. А эта оптимальная вязкость обеспечивает нормальную работу всей сердечно-сосудистой системы. И оптимальную работу сердечно-сосудистой системы. Потому что сердцу легко перекачивать кровь невысокой вязкости. И в среднем в кровеносном русле находится при концентрации поваренной соли 0,9%. А объем крови 3-4 литра. 27-36 грамм поваренной соли находится в кровеносном русле. При потребности, при поступлении 5-7 грамм, все нормально, это количество держится, кровь жидкая, все прекрасно. Что происходит, когда начинает пересаливать? Когда употребляют поваренной соли внутрь больше? Здесь возникает другая ситуация. Да, вся пищеварительная система работает оптимально, тут без вопросов. Поваренная соль еще лучше ее стимулирует, то есть пищеварение пошло хорошо. Тут нарушений нет. Нарушение появляется на уровне кровеносного русла. Если вы пересаливаете пищу и не работаете тяжело физически, то есть у вас нет активного потения. Если вы не работник горячего церка, вы не повод, вы не банщик, то есть у вас нет обильного потения, вы не живете в условиях жаркого климата. То есть если вам не нужны такие большие количества поваренной соли, потому что когда количество соли в крови увеличивается, увеличивается объем воды, и сердцу нужно качать уже дополнительные тонны крови ежедневно. Это уже нажмузка на сердце. Автоматически повышается давление, автоматически обостряется проблема с сосудами, ишемическая болезнь сердца обостряется чаще. То есть эти проблемы, они будут неизменно появляться, почему? Потому что вы вот таким нехитрым способом увеличили объем циркулирующей крови. Если же вы работник вот таких горячих специальностей, не вопрос, вам нужно, вы обязаны употреблять больше соли. Потому что вы ее больше теряете. Вы ее теряете с потом. То есть тут все нормально. Если же вы не работаете так экстремально, не стоит увеличивать поваренную соль в своем рационе. Где вы можете ее легко увеличить? Солонка стоит на столе. Вы подсаливая вот здесь на столе пищу, вы можете легко перебрать поваренную соль. Если вы используете домашнюю обычную консервацию неумеренно. То есть открыли банку огурцов соленых, помидоров, какие-то другие соленья. И вы знаете, так с аппетитом хорошо поели. Вот здесь в вашем организме может создаться неблагоприятная ситуация. Аналогичная ситуация происходит, когда используют консервацию. Колбасы. Они все содержат значительно больше соли. И там очень легко ее перебрать. Особенно если скомбинировать. Тут бутербродик с колбасой. Тут соленый огурчик. А потом еще бутербродик еще огурчик, потому что соль разогревает аппетит. Вы переедаете. И со временем попадете на ожирение. Но пока вы рискуете. Еще пока вы до ожирения дойдете, вы рискуете проблемами сердца и сосудов. Потому что под высоким давлением сосуды рвутся более часто. И есть статистика. Каждые 5 мм тупного столба дополнительные несколько кардиологических смертей на 100 тысяч населения в год. То есть это есть тут, куда мы не денемся. Это статистика против меня не попрешь. Что происходит, если вы не досаливаете? Ну, в случае, если у вас есть отеки, прекрасно, вы с ними легко справитесь. Потому что если вы перешли на японскую бессолевую диету. Или резко ограничили содержание соли в рационе. У вас уменьшается количество. Соль не дает. Еще один маленький момент. При передозировке. Но вы много едите соленых вещей. Соль держит воду в крови. Не дает почкам выделить эту воду из организма. В итоге не только появляется, увеличивается объем крови, появляются отеки. И уменьшается количество мочи. То есть это все взаимосвязанные вещи. Поэтому перебор с солью нужно смотреть, нужно контролировать. Если появились отеки, да, вы убрали соль в рационе. Почки уже слабые почки. Но им не мешает концентрация соли очищать вашу кровь. Они легко убрали избыток жидкости. Тут важно вовремя остановиться. Как только отеки начинают активно уменьшаться. И практически вы видите, что отеков практически нет. Тут нужно постепенно количество соли увеличивать в рационе. Тормозить этот процесс. Потому что если дальнейшее удаление жидкости, соль уходит не просто так, она уходит с водой. Удаление жидкости из вашего организма приведет к тому, что увеличится вязкость крови. И появляется риск тромбозов и эмболит. Тоже не была приятная штука. Еще хуже даже, чем перебор с солью. Поэтому тут нужно понимать вот эту ситуацию и грамотно ее контролировать. И играть количеством соли в вашем рационе. Для того, чтобы не было отеков. Для того, чтобы была высокая работоспособность. И уровень артериального давления был примерно в хороших границах. И вот таким вот образом вы можете легко использовать соль, принимая ее вовнутрь. Ну, как чаще, что еще рекомендуют, кроме поваренной соли, так использовать? Многие говорят, что очень полезна морская соль. Да, действительно. Она богаче по составу. Там процентов 96-98 поваренная соль. Та же, которая обычная наша столовая. И несколько процентов другие виды соли. Конечно, состав разнообразный. Согласен. Но! Есть один маленький нюанс. Если бы эта морская соль добывалась закрытым способом. То есть, нашли где-то месторождение морской соли. В глубине, в недрах земли. Я понимаю, что это месторождение зарождалось, ну, скажем так, за царя гороха, когда экология была хорошая, когда человек еще не развил такую активную хозяйственную деятельность и не загрязнил окружающую среду. Да, тогда такую соль используйте. Если она добывается открытым способом, вот вам море, вот взяли на какой-то водоем, залили водой, закрыли, солнышко испарило воду, соль осталась. Не вопрос. Или другим способом получать. Тут возникает проблема, потому что по морям, океанам у нас ходят корабли, у нас сливают туда реки, все нечистоты, суши фактически собираются в конце концов в реки и в мировой океан. И вот тут без дополнительной очистки очень сложно использовать такую соль в питании. Наружно можно, но тоже при определенных условиях. Вовнутрь я бы не советовал. Почему? Потому что есть опять-таки вот такие нюансы. Точно так же использовать, я бы осторожно использовал внутрь, только наружно, соль мертвого моря. Потому что кроме того, что там экология, к сожалению, очистительные сооружения работают неэффективно и многие нечистоты просто сливаются в мертвое море и обогащают состав этой соли. Поэтому тут тоже нужно использовать дополнительные системы очистки для того, чтобы эту соль сделать более безопасной, более правильной, скажем так, для приема внутрь. Что касается приема наружу. Вот здесь вот вариантов, ну скажем так, больше. Тут любой вид соли фактически можно использовать для оздоровления. Почему? Потому что наружное использование, как правило, используются в более высокие концентрации. Концентрация поваренной соли, я напомню, в сыворотке кроме это 0,9%. Используя концентрации 1% и выше, дает интересный эффект. Там, где применяется такая концентрация соли, она начинает на себя за счет гигроскопического эффекта, за счет осмоса, фактически натягивает на себя жидкость из вашего организма. И вот тут начинается уже не столько питание, собственно питание тут уже невозможно, как идет очищение вашего организма. И на какую систему, где бы вы не применили вот такой гипертонический раствор или гипертоническую повязку, везде будет происходить очищение. Ну, например, чаще всего самая большая поверхность, которую мы видим, вернее не видим еще, это кишечник розы. Но, небольшая концентрация усиливает раздражение, усиливает переварение пищи, концентрация выше 1% дает обратный эффект, тащит на себя воду. Ну, индусы использовали, у них такой метод очищения называется шанфракшалана, там пьется подсоленная водичка, делаются определенные движения, вот, чтобы водичка быстрее покинула желудок и проскочила по кишечнику. Несколько стаканов воды выпивается вот такой подсоленной, появляется послабляющий эффект, и фактически идет очищение организма через кишечник. Главное не злоупотреблять, потому что все-таки очищение идет достаточно экстремальным, и можно потерять полезную микрофлору. Поэтому, хороший метод, но не злоупотребляйте, не делайте это очищение чаще. Ну, похожим методом есть такая глауберовая соль, или сернокислая магнезия, или английская соль, там по-разному ее называют. Параллельно можно также использовать карловарскую соль, они очень похожи по составу. Эти соли фактически усиливают секрецию всех соков, начиная фактически от желудочного сока, вот тут задерживается меньше эта соль, а дальше по кишечнику, желчь, все здорово. Идет очищение, но, опять-таки, не стоит делать часто. Почему? Потому что фактически срывается, ну, в холстую срабатывает система пищеварения, и мы ее немножко срываем, мы ее нарушаем. Потом важно правильным питанием восстановить систему, чтобы она работала эффективно и вне такого очищения. Хотя правильным питанием, через пищеварительную систему, вы можете очистить свой организм без такого экстрема. Ну, где еще можно, как еще вводят кишечник, да, понятно, клизма. Туда вводятся невысокие концентрации, это 2-3% чаще всего. Подсоленная вода идет, да, действительно, секреция идет с просвет кишечника, и те ворсинки, которые там есть, те крипты, которые там есть, они просто промываются. Та каловые массы, которые там задержаются, они просто вымываются, кишечник действительно очищается очень хорошо. Опять-таки, не злоупотребляйте, потому что в толстом кишечнике основная микрофлора ваша находится. Вымывать ее оттуда полностью не стоит, потому что кто-то потом будет помогать переварить пищу и синтезировать витамины НПВ. Поэтому тут нужно аккуратно с этим пользоваться. Ну, какую еще площадь хорошо обработать? Вторая площадь после кишечника, это органы дыхания. Действительно, соляные комнаты, когда человек находится там, пары соли фактически находятся в воздухе, человек дышит, вдыхает. Соль попадает в дыхательную систему, микроскопические частицы, тянет на себя воду, идет хороший отхаркивающий эффект. И при бронхите, когда идет густая мокрота, она разжижается, легко отходит, идет санация легких. При бронхите, это очень хорошо помогает. Если же есть астматический бронхит или бронхиальная астма, или бронхит с астматическим компонентом, здесь тоже будет хорошее облегчение, потому что очищение идет. Но в этом случае очень часто, вы знаете, органы дыхания одной солью лечить можно, но долго это будет. И эффективно будет, не очень, потому что в дыхательную систему токсины попадают из кишечника. Как правило, там есть дисбактериоз, какие-то паразиты, плохая работа печени, которая не отсекает токсины, которые идут из кишечника, они попадают в малый круг, то есть в легкие органы дыхания. Можно их отсюда удалять солью, но лучше все-таки обратить внимание на пищеварительную систему и наладить систему там. Вот тогда вот эти диагнозы исчезают и больше вас не беспокоят. Конечно, какая-то органика там останется, при ней у вас склероз, эмфизема легких, бронхоэктазы останутся. Это будет стабильная ситуация, а не прогрессивное ухудшение. То есть вот так вот можно использовать. Ну еще у нас остается один орган, который самый маленький барьерный орган, но который мы лучше всего видим. Это, конечно, кожа. И соленые ванны, прекрасно, можно в них находиться и тоже идет очищение. Здесь очищение идет тоже путем секреции, потому что гипертонический раствор соли великолепно через потовые железы вытягивает воду из вашего организма. Но не просто воду, а воду с теми токсинами, которые зашли в эту систему скромнее. Токсины выводятся, организм очищается. Но, знаете, когда говорят, что таким способом вы применили гипертонический раствор, локальный или на всю поверхность кожи. И ваш организм освободился от бактерий, от вирусов. Вы знаете, ну да, конечно, можно. Часть бактерий действительно может покинуть таким образом ваш организм, но в одном случае, если у вас есть сепсис. Да, вы таким образом можете, часть бактерий действительно могут просто с током жидкости вымыться. Вы знаете, сепсис такое редкое явление, что вот такой метод лечения, удаления бактерий, он просто, ну, это из ряда фантастики. Поэтому не нужно думать и надеяться на то, что таким путем ваш организм покинут бактерии. Бактерии сидят не в крови. Бактерии сидят в санице ткани, оттуда их не достанешь. Вирусы сидят вообще в клетках. Вы знаете, достать вирус из ряда, да, клетку выдернули, но таким путем она не уходит, потому что поток токсинов, он хороший, но недостаточный для того, чтобы порвать клетки в вашем организме. Поэтому не рассчитывайте, что таким образом вы избавитесь от бактерий, от вирусов, но иммунитет усилится. Ваш организм с ними будет лучше справляться. По той простой причине, что вы убрали самый главный раздражитель для иммунной системы, токсин. Токсин может быть из экологии, токсин может быть как продукт жизнедеятельности тех же бактерий, тех же вирусов. Вот когда вы от них очистили свой организм, организм теперь, у него появилось больше возможностей для того, чтобы бороться с теми же бактериями, с вирусами, как источниками токсина, с онкоклетками. Утет автоматически повысится, просто вы ему помогли, вопросов нет. Вы одну из функций его подстраховали. Очищение крови провели легко. Да, прекрасно. Но про бактерии, про вирусы не надо. Невозможно их так убрать. Понимаете, если бактерия начинает таким путем покидать ваш организм, то ванна должна наиться. Потому что бактерия, она автоматически привлекает на себя лейкоциты. И они будут бороться до последнего. А погибшие бактерии с лейкоцитами, ну что они как вновь. Если вы положили повязку, а под ней на чистое дуселье кожи появился лейкоцитов, то вы эти свитки от бактерии избавились. Если лейкоцитов, то они бактерии как были в вашем организме, так и остались. Единственное, что вы ухудшили жизнь. Потому что вы убрали токсины и дали возможность иммунной системе уже про токсины не думать. Потому что вы с ними справились сами. Вы дали возможность ей бороться теперь эффективно с бактериями, с вирусами, с онкоклетками, с старыми клетками. Все прекрасно. Ванны можно использовать. Лучший вариант. Вы знаете, лучше не горячий. Самый лучший. Вода такая должна быть индифферентная. То есть градусов 28-30. Такая едва-едва-едва тепленькая. Почему? Потому что фактически очищение крови зависит от одного факта. От концентрации соль в воде. Если она больше, чем 0,9%, все прекрасно. Оптимально я советую 2-3, максимум 4% концентрации ванны. Такие ванны хорошо очищают. Осмос идет, очищение крови идет. Они не дубят вашу кожу. Они пересушивают ваш организм. Пересушить ванными легко и просто. Вы все это видели прекрасно, когда ездили на курорт, купались в море. А потом через какое-то время, через 2-3 недели смотрите, а кожа вся такая в сеточке. Вот это пересушенная кожа. Вы уже немножко перекупались в воде. Вы купались больше, чем утоляли жажду. То есть очищение шло, организм терял воду. А вы не успевали заместить овощами, фруктами, какими-то напитками. Чтобы был замен, чтобы было промывание хорошее. Немножко перенапряжить свой организм. Поэтому ванны лучше используются такие. Лучше не нагревать. Когда вы греете, вы знаете, тут же появляется риск онкологии. Потому что 100% гарантия, что злокачественной опухоли в вашем организме нет, вы дать не можете. И вам никто и такой гарантии не даст. Потому что в каждый день в вашем организме образуется примерно опухолевых клеток на сотни-три злокачественных опухолей. И прозевала сегодня или там какое-то время назад иммунная система ваша одну опухоль? Или не прозевала? Неизвестно. Понимаете? Поэтому тут вопрос в чем? Нужно просто контролировать, понимать этот процесс. И не нужно ванны использовать горячими. Знаете, говорят, не берегите их, а пока оно тихо. Очищайте кровь и очищайте себя спокойно. Хочется вам больше? Хочется не общий такой вот эффект оздоровительный получить, а какой-то локальный? Да, не вопрос. Тоже это можно сделать. Допустим, есть артрит. Болит сустав. Вы что можете тут сделать? Артрит, то есть суставы раздражаются токсинами, которые туда пришли в эту зону. Не вопрос, как токсины удалить? Либо через общую циркуляцию крови, то есть вы через печень и почки вывели эти токсины. Либо можете местно поработать. Можете использовать вот такие вот местные ванночки, для того, чтобы убрать токсины местно. Вы получите два эффекта. Фактически легкое согревание улучшает кровообращение. Плюс за счет осмоса вы убираете те токсины, которые тут местно накопились. И воспалительный процесс уменьшится. Все будет хорошо, все будет прекрасно. Что еще вы можете получить таким способом? Ну, можете получить локальные такие процедуры, где может быть лучше. Если это грибковая инфекция. Да. Измененные ногти. Знаете, бактерии, вирусы нет. Бактерии, грибы не выдерживают концентрацию порядка 10%. Если вы, допустим, создали такую концентрацию в воде и таким раствором, ну, хотя бы на несколько часов обработали, допустим, пораженные ногти, грибок погибнет. Он не выдержит конкуренцию. Почему? Потому что соль, она не только через потовые железы выводит воду из вашего организма. Она через такие же поры забирает воду в бактерии. Только вы знаете, что вы используете солевые ванны и должны пить воду. Компенсировать. Бактерия этого не знает. Она попала в такие агрессивные условия. Потеряла воду. Потому что агрессивные условия вы используете место на ограниченном участке. А бактерия попала вся в такую среду. Со всех сторон соль, со всех сторон у нее отняли воду, она высохла. Все, она погибла. Она не работает. Кандида, грибок высох, погиб. Все, активности нет, погибли. Вы получили вечерный эффект. Точно так же можно использовать, допустим, женщинам при молочнице. Есть, так называемые, вагинальные души. Орошение морской водой. Тут лучше, конечно, не поваренная соль, тут лучше морская соль. Может быть обычная соль морская, может быть мертвого моря, тут без разницы. Почему? Потому что осмос опять-таки ничего не попадет вовнутрь. Все будет вымывать из организма женщины различные токсины. Если там попала концентрация, достаточная для гибели бактерий, да. Лучше я бы советовал восходящей концентрации начать процентов с 3-4. И постепенно повышать, смотреть за эффектом. Добились на какой-то концентрации лечебный эффект, поддержали некоторое время и закончили эти процедуры. То есть, прекрасно так делали. Что еще можно делать? Ну, можно делать вместо не только ванночки, можно делать солевые повязки. Да, берется несколько слоев обычной ФБшной ткани. Концентрация соли опять-таки в районе 10%. Приложили, укутали пропускающие воздух тканью. Почему? Потому что тут фокус в чем? Соль попала, концентрация соли попала на кожу. Соль тащит на себя воду. И идет очищение вашего организма. Но вода разводит, снижает концентрацию соли. И процесс тормозится. Но поверхность, на которую вы положили, она теплая. И фактически идет медленное испарение с поверхности повязки воды. Концентрация вот здесь, носовой повязки, она остается стабильной. Концентрация соли. Вот концентрация токсинов тут увеличивается. Потому что они удаляются и чаще всего плохо летучие. То есть, они плохо уходят из организма. Поэтому вот эту повязку, ее после использования, нужно обязательно хорошенько промыть, простирать. Просто прополоснуть можно. И только после этого использовать повторно с новым раствором соли. Нельзя использовать повторно, потому что фоксины тут лежат нет смысла. Поэтому вот так вот можно использовать. Единственное, что я вам советую. Опять-таки, как ванную, так и повязки не используйте в горячем виде. Знаете, потому что если тут будут какие-то опухолевые клетки, вы улучшили кровообращение. Ну дай бог, этот опухолевый узел был не просто локальным. Да, какая-то первая стадия онкологии, так же, как и грибок, погибнет на месте. Вы убрали воду, вы высушили. А опухолевая клетка, она более водянистая. И обмен веществ идет очень быстро. Очень быстро делится. Она выросла, поделилась, выросла, поделилась. А вы взяли у нее, убрали воду. Как она будет расти, чтобы поделиться? Нет, все, процесс затормозился. Но, вот тут очень важно понимать вот этот маленький момент. Если, не дай бог, там, пусть даже маленькая опухоль, но она способна к распаду. Вот здесь улетела онкоклетка, села где-то в другом месте, или группа онкоклеток, и появится метастаз. Поэтому, греть ни в коем случае. Вы знаете, очищение работает, концентрация соли. Напомню еще раз вам. Не температура, а именно концентрация соли работает. Концентрация выше 10% лучше не делать, потому что действительно могут не выдержать сосуды. Могут быть местные кровоизлияния. То есть, этого делать не нужно. То есть, 8-10% это такая вот хорошо переносимая человеком концентрация соли, который дает очищение пропорционально времени нахождения. То есть, вы можете 10% концентрацию использовать несколько часов, а 8% придется раза в два дольше. Ну и что? Метод экономически не тяжелый. Применять нужно легко, предпринять нужно длительно. Можно применять не только на очаге, скажем так, поражения. Можно использовать и весь организм. То есть, больше поверхность использовать для очищения не вопрос. Важно компенсировать потребление воды в организм, чтобы она все-таки попадала, чтобы у вас кровь не несет. И все, и никаких проблем не будет. А вот температура, вот тут вот сразу есть риск. Сразу появляются проблемы. Поэтому так лучше с температурой не играться. Ну, в принципе, есть исследования даже, что, ну, во-первых, на раневую поверхность тут не вопрос. Вот такая концентрация соли губительна для бактерий, поэтому, в принципе, во время войны, последней, в Великой Отечественной войне, использовали гипертонические растворы на раны. И действительно там просаливались все бактерии, ни одна бактерия не выживала. Потому что 10% концентрация соли губительна для бактерий, чуть подороже, 50% концентрация сахара. Тоже губительна для бактерий. Бактерии там не живут. Поэтому мед, он, в принципе, вечный продукт по хранению, потому что бактерии не могут его использовать как источник питания, потому что там концентрация сахара под 90%. Все, бактерия не может там жить. Поэтому, сколько бы ни лежало бактерий сверху, они все погибли, ни одна выжить не может. Мед их убил. В принципе, раньше казаки это знали. Из знатных казаков, которые погибали в походах, их в бочку с медом и привозили фактически без следов разложения. Чтобы бактерии не могли эту концентрацию сахара перейти. Солью. 10% концентрация соли губительна для бактерий, губительна для грибов. Но более высокая начинает ломать ваши сосуды. Этого диакониза. Поэтому 8-10%. А по времени, по площади, тут уже в зависимости от того, какое очищение крови вы хотите произвести. Насколько быстро. Ну, знаете, спешка нужна, говорят, при логе блок. Поэтому я бы тут не советовал торопиться. Лучше растянуть процесс во времени. Это не растягивается не на десятилетие. Это просто, ну, скажем так, вместо нескольких дней экстремального очищения будет несколько недель комфортного. Куда торопиться? То есть, не вопрос. А гональные состояния так не лечатся. Поэтому тут спешки не должно быть. В этом плане, да. В принципе, местно можно таким образом, если вы достанете, есть какой-то очаг опухолевых клеток, в таком температуре тела повязков положили в гипертонический раствор точно так же будет высушивать и будет снижать жизнеспособность этих клеток. Но это не исключает других видов лечения. Да, вы могли местно помочь. Да, вы ограничили этот очаг. Но вы знаете, это не говорит о том, что опухолевые клетки куда-то делятся. Они туда встанут. Вы локализовали, а дальше можно. Либо вырезать, либо каким-то другим способом полечить. Но соль не лечит системные злокачественные опухоли. Соль может вылечить, если вы уверены в том, что злокачественный процесс локальный. Больше нет нигде очагов этих клеток. Вот тут можно. Если вы не уверены в этом, увы, должно быть системное лечение. Должен быть комплексный подход. Вы знаете, точно так же лечат сон. Такое видео тоже на моем канале есть. Можете его найти, кто не подписался, подпишитесь, вам будет так проще это сделать. Поэтому нужно просто правильно, адекватно относиться к той ситуации, которую мы имеем. Гиперболизировать не нужно. Потому что можно лечить, сейчас нашлось много худестников, много волшебников, которые разными простыми способами лечит. Да, простые средства тоже хороши в лечении, их нужно использовать, нужно это делать, но панацеи нет. На сегодняшний день панацеи не существует. Панацеи только в одном. В правильном образе жизни, который вы должны вести, поддерживать активность своего организма, его работоспособность. А это лежит в области в принципе первоначально правильного питания, правильного образа жизни, режима труда и отдыха, правильного чередования, режима умеренных физических нагрузов, которые поварают, не потянуть на себя одеяло и использовать все запасы питательных веществ, а помочь распределить те полезные вещества, которые попали в пищеварительную систему и усвоились печенью. Но тут можно их разнести по всему организму, чтобы всем всего хватило. Вот так будет правильно. Поэтому не ведитесь на то, что есть какое-то волшебное средство, которое поможет вам на все случаи жизни. Да! Есть, которые могут помогать в большем объеме. Есть в меньшем. Ну, сто процентов поварене. Поэтому если вы рассчитывали, что сейчас поваренная соль в раз и все вылечит, в каких-то вещах поможет. Да! В каких-то очень хорошо поможет. Но где-то все-таки она слабовата. какие-то функции она не выполнит. Например, канцерогены, поваренная соль, сколько мы в бане не сидели, канцерогены большинство из них, они растворены в жирах. И удаляются только при хорошей работе печени. А поваренная соль работа печени не улучшит. Раньше если вы сделаете компресс, но тут без разницы какой солью вы используете компресс. Поваренная соль, морская соль, соль мертвого моря. В область печени важно вложить теплый компресс. Печень очень любит тепло. Согрели печень и прекрасно она улучшила свои функции. Она выработала большее количество желчи. Теперь вы должны еще чаще питаться чтобы эта желчь уходила в кишечник и покидала токсины которые попали в кишечник в ваш организм. очищение будет. Тут поваренная соль имеет очень малое значение в этом плане. Поэтому если вы хотите более комплекса относиться к своему здоровью к своему организму не вопрос смотрите видео на моем канале и те которые уже есть и те которые в скором времени я тоже поставлю не вопрос если вы считаете что это видео полезно вашим друзьям знакомым кнопки социальных сетей под видео можете отметить это видео как понравившееся так еще большее количество людей смогут посмотреть и получить эту полезную информацию для здоровья как его сохранять простыми и доступными средствами ну а я подумаю какое видео еще написать чтобы больше пользы вы извлекали получали на моем канале до новых встреч субтитры